Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня я попрошу вас принять участие, если можно так выразиться, в обсуждении одной темы. Сейчас я расскажу всё по порядку. Дело в том, что после моего приезда, это естественно, если ты два месяца не был дома, то у тебя всё твоё время, в первую неделю, 10 дней, в первую половину месяца, ты отдаёшь кому? Людям, которых ты не видел длительное время, ты отдаёшь дому, в котором нужно всё разложить по полочкам. Что объяснять? Каждый знает такую ситуацию. И, естественно, у меня как бы не было возможности отвечать практически на все комментарии, как я делала это раньше. Не было у меня возможности и времени заходить в личную почту или вообще в почтовый ящик. Ну, в общем, было не до Ютуба. И на вот эти выходные решила я посмотреть, что, как, к чему, как у меня, в общем, обстоят дела на канале. И, открыв на канале личную почту, я что увидела? Ну, были письма. Девочки, всем постараюсь, конечно, ответить в ближайшее время по возможности. Не буду обещать точно, но по возможности. И что меня поразило? Практически в течение, наверное, недели, может, даже больше, одно и то же сообщение, ну, наверное, от одного и того же человека, который утром, что тоже поразило меня, что это было утром, каждое утро человек просыпался и писал, «Лиля, здравствуй, ты толстая, Лиля, здравствуй, ты очень толстая, Лиля, ты видишь себя в зеркало, ты толстая». И, в общем, в течение недели, наверное, может быть, даже больше, ну, со дня приезда, ну, в принципе, вот так вот, потому что между другими сообщениями, и вот там же пишется время, когда оно было отправлено, и я вот, что у меня, у меня не сам факт того, что там человек мне писал, что я толстая, ладно, я согласна, толстая, я толстая, только успокойтесь, сам факт того, что именно меня, как бы, зациклило на этом, почему люди делают это, что это за люди. Я вот сегодня вернулась, вот только что ходила на свою прогулку ежедневную, и, поскольку, как бы, пошла не в спортивной форме, отвела Милену в сад, и не выходила я на Вуаверты, как она здесь называется, ну, это, в общем, дорожка для прогулок, для пробежек и так далее, спортивная дорожка. И зашла я в кафе попить кофе, и, в общем, сижу, и решила сама для себя, думаю, сяду я и посмотрю на людей, и вот, вы знаете, села, сижу, разглядываю людей, и вот думаю, а вот этот человек может так поступать, а вот этот, вот пыталась понять, что движет такими людьми, что рождает, какие чувства делать вот такие вот поступки, это же вот, ну, так вот, если задуматься, это человек каждое утро просыпается, и как чистить зубы, идёт писать, ну, такое глупое, в принципе, безобидное сообщение совершенно незнакомому человеку, может, а может, меня знает, я не знаю, потому что сейчас же, ну, как в интернете, ты же не знаешь, тебя видят, а ты же ведь не видишь их, и ты не можешь понять, кто это тебе пишет, и, ну, это тоже, это тоже не важно, что я хочу, вот, о чём я прошу вас, пожалуйста, вот давайте обсудим в комментариях, вот, ну, вот это вот явление даже, я не буду говорить конкретного человека, почему, что вот это за люди, как они выглядят, есть ли у них семьи, или это вообще невозможно узнать, что это одинокие люди, или семейные, потому что иногда мне приходят письма, и женщины пишут, рассказывают такую ситуацию, например, там, ну, какие-то тролли там начинают, и мне люди даже, я даже уже видео такие не снимаю, что там, а их там кто-то сказал, ой, там кто-то написал, а вот люди мне пишут, там, Лиля прочитала вот этот комментарий, ты не обращай внимания, это там тролли, он там ещё и у Оли пишет, и у Люды пишет, ну, короче, у всех пишет, и как бы, что это, и пишет одно и то же, и как бы я, ну, не этих людей имею в виду, я имею в виду людей, которые вот, ну, не знаю, это же ведь, наверное, не тролли, ну вот что, как, как, почему, почему человек, или он настолько несчастен, или наоборот, он избыток счастья, и он не знает, ну, как себя вести, и почему вот, это же надо, ежегодно утром вставать, вот я честно скажу, если бы у меня было лишнее время по утрам, что не нужно было быстро собираться, вести миллионку в сад и заниматься там какими-то делами, да я бы лучше посмотрела, или какой-то фильм бы, или там посмотрела бы там какой-то блогера, или там, ну, я не знаю, приготовила бы какой-то там, не знаю, десерт на завтрак, какие-то оладушки напекла, или какие-то там еще вещи сделала, ну, почему, что происходит вот с людьми, что они открывают компьютер, заходят на канал и пишут, зачем вот это нужно, это что, это какое-то новое направление, это какое-то, ну, изъяну в психике, или это почему, что вот это, вот что вот эти люди, что это за такое новое социальное явление, или может быть оно не новое, а мне незнакомое. Я могу как-то понять или даже, ну, оправдать, как сказать, ну, вот, например, свекровь, которая пилит постоянно свою невестку, ну, вот, как бы ревность к сыну, там, или ревность к молодости, или, ну, мало ли там, ну, это еще можно, поступки можно как-то объяснить, или там соседи не ладят друг с другом, что там кто-то, например, лучше сделал ремонт в доме, кто-то там у кого-то там, ну, не знаю я, ну, мало ли какая ситуация, это еще как-то можно объяснить. Ну, вот эту ситуацию я вот конкретно, я не могу объяснить, я же говорю, что я села, я вот пью кофе, я смотрю на людей, наверное, люди подумали, что я вообще какой-то шпион, потому что я реально вглядывалась, вглядывалась вот в каждого человека и думаю, вот интересно, что он делал утром, когда проснулся. Вот, когда ты сталкиваешься с вот такой вот ситуацией, ты начинаешь вообще по-другому смотреть, начинаешь вообще по-другому мыслить, и ты ищешь ответ на вопрос. Если бы этого не было, конечно, очень много, вот у меня сколько, в июне, да, в июне месяце будет два года каналу, я уже ко всему привыкла, я уже всего ожидаю, и кого только не было, и подлости, и мошенников, и кто-то просит, кто-то советует, кто-то в друзья напрашивается, кто-то в гости напрашивается, кто-то наоборот приглашает к себе. Вот у меня есть девчонки, которые вообще обязательно мы встретимся, обязательно снимем видео, потому что, ну, это невероятные люди, и общаясь даже по телефону, ты чувствуешь, что это, ну, твои люди, так скажем. Но когда вот ты видишь людей, которые вот так вот себя ведут, я не могу понять, что ими движет, вот что мне интересно. Вот я не знаю, конечно, я не психолог, я знаю, что у меня среди подписчиков есть люди, которые именно психологи, и которые иногда мне дают такие нормальные, классные советы, что там успокойся, а там наоборот. И я бы хотела бы узнать, что вот это такое. Ну, раньше как бы многого мы не знали, как бы многое, тоже как бы закрывали на многое глаза там. У нас долго не было одного, долго у нас не было другого, как бы такое явление, как целлюлит у нас вообще, там, например, не рассматривался, что это всё было нормально. Или там люди, которые очень полные, или анорексики, или люди, которые булимией больны. Как бы всё это раньше даже болезнью не называлось. Так же, как аутисты были ненормальными людьми, а сейчас их как бы даже за болезни считают, просто считают особенными людьми. И вот я пытаюсь разобраться, какая, к какой категории людей мне принадлежат вот эти вот, которые по утрам осознанно идут писать в компьютере какие-то вещи. Вот мне вот, ну, не знаю, мне очень интересно, как они выглядят внешне, как они, какой у них, ну, духовный мир. Они читают что-то, или что они смотрят, или они вообще замкнуты в себе, или в доме, или, ну, вот, ну, я не могу, ну, не могу я разобраться. Вот я же говорю, что я сегодня просидела, пила эту чашку кофе, наверное, минут сорок, и рассматривала людей вот на площади, которые проходили мимо кафе, которые заходили в кафе, которые там сидели, ели, пили, курили, лопали эти клоусаны. Я никак не могла понять. Я никак не могла разгадать, что, знаешь, так сижу и смотрю, думаю, вот, интересно, а вот этот человек может так себя вести или нет? Или вот этот? Или вот этот? Ну, в общем, я не знаю, если вы тоже встречали таких людей, если вы хоть что-то можете мне сказать по поводу вот такого явления, то я очень вас прошу, потому что, ну, знаете, как, ну, как говорят, у каждого свои тараканы, вот я, например, сейчас мне интересно понять, кто это, и что, не личность узнать, что конкретно, что вот это за человек, что это там Маша Петрова, а нет, вот именно как явление, что это за такая прослойка людей, которые так себя, ну, на мой взгляд, наверное, странно по-особенному ведут. Вот я вот, я смысла не могу понять и не могу понять цели, зачем это им нужно. Ну, в общем, спасибо вам большое. Надеюсь, что не слишком утомила своими размышлениями. Просто знаете, как вот, как говорят, у кого что болит, тот, а том и говорит. Так вот и я. Я просто после выходных, я в выходные с мужем советовалась, беседовала, у сына спрашивала. Ну, они, короче, как сказали, заблокируй, махни рукой и забудь. А я вот, мне интересно, мне интересно, кто это, и что это, и почему это. Ладно, дорогие мои, всем большое спасибо, что дослушали мой монолог до конца. Надеюсь на какие-то ваши ответы, на какие-то ваши размышления на эту тему. И мне будет очень-очень-очень интересно пообщаться именно по поводу людей, которые поступают, ну, таким странным образом. Ну, и еще раз спасибо. И еще раз, как всегда, до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok